Всем привет! Сегодня мы посмотрим партию седьмого тура команды «Пят.России», в котором русская шахматная школа играла с командой «Ладья» из города Казань и закончила матч в ничью со счетом 3-3. Давайте посмотрим по традиции в мельком все партии и пройдемся по самым интересным. Начнем мы, конечно же, как всегда, с партии на первой доске. На первой доске Давид Парвян играл против Артемьева Алексея. Давид играл белыми, была разыграна французская защита, вариант с конь d2. Черные ответили c5, конь f3, cd, конь d4, конь c6, слон b5, слон d7, конь c6. И здесь Артемьев сыграл слон c6, хотя куда чаще встречается ход bc, но слон c6 тоже идея достаточно интересная. Поменялись, поменялись, c4. До этого хода белые действовали достаточно быстро, черные потратили около 10 минут и сделали ход слон c5, который является вторым по популярности. Куда чаще здесь играют конь f6. И здесь Давид, истратив полчаса, играет ферс a4, что наилучшее продолжение в этой позиции, самый часто встречающийся ход. Ферс d7 маркировка, конь e7. Все еще теория, но оба соперника уже начали понемножечку речь время. b4 слон d4, ладья b1, dE, конь e4 рокировка, конь g5. Но вот возможно дохода конь g5 у белых все-таки были какие-то шансы получить позицию получше, но тяжело вот прямо конкретно это как-то доказать. Может быть сначала надо было пойти ферс c2, или сначала сыграть ладья d1. Но в целом после ладья d1, e5 не совсем ясно, кто из этого выжимать. Идея паровиана после конь g5 дед пойти ферс c2. И черные принимают вызов, они играют e5 и переходят в энджбер после ферс f5. Но к сожалению в позиции после слон d2 ладья fd8 перевесы у белых совсем нет. Черные уравняли без особых проблем. Цветнот они себя еще здесь не загнали, только 18-й ход. В дальнейшем борьба продолжалась, причем играли очень хорошо оба оппонента. Нигде не выпускали, и в целом получилась закономерная ничья. Подвели королей, белые поменяли пару пешек. И постепенно, постепенно, даже несмотря на то, что подкрадывался цитнот, играли в целом безошибочно, и получилась закономерная ничья на первой доске. Согласились на 49-м ходу. Давайте перейдем ко второй партии. На второй доске у нас играл Тимофеев Артем Белый против Кухмазова Арсена. И была разыграна уже нам полюбившаяся защита каракан e4 c6. Ну и здесь после d4, d5, e5 последовала не самая классическая слона f5, а ход c5. В целом, а ходе c5 ходит достаточно много дискуссий. Уравнивает этот ход или не уравнивает. Но, к сожалению, в этой партии уравнять черным не удалось. Тимофеев сыграл dc, e6, a3, слон c5. И сделал достаточно редкий ход ферз g4, куда чаще играют здесь конь f3 или b4 в этой позиции. Но ферз g4 ход тоже встречается. Конь e7. И здесь еще один достаточно редкий ход. Опять же, после конь e7 чаще играются, типа, конь f3 или b4. Но Тимофеев играет слон d3. Видимо, этим годом он уже совсем удивил здесь Арсена. Потому что позиция достаточно сложная, непонятная. И Арсен уже начал тратить время. Сделал короткую рокировку. Была также здесь партия со Карлсон. Карлсон играл конь g6. И после конь f3 рокировка, рокировка, конь c6, ферз g5. Какая-то такая позиция получалась. В целом они закончили в ничью. Но вот Арсен пошел, рокировка. Конь f3, f5. Ферз g3. И эта позиция в базе встречалась пять раз. И во всех пяти, к сожалению, побеждали белые. Теперь позиция шесть раз уже встретится. Очевидно, что позиция совсем непростая. И черными не так просто ее играть. И, к сожалению, Арсен здесь не справился. С задачей последовала конь c6. Может быть, стоило сыграть конь g6. Но здесь эту позицию нужно очень глубоко анализировать. Чтобы понять, как именно максимально тонко и правильно черными разыграть ее. Последовала конь c6. Рокировка конь g6. b4. Очень сильно. Слон b6. И после слона b2, очевидно, что белые получили лучшую позицию. Слон на b2. А несмотря на то, что упирается в пешку, защищает самую главную пешку на e5. Которая является клином всей позиции. И у черных серьезнейшие проблемы. Слон d7, конь bd2. Но в белых очевидный план. Они при случае готовы где-то сыграть c4. Последовала a5. Кстати, даже это все еще теория. Здесь в базе есть одна и единственная партия потапов-шиманов. Александр играл ладья c8. c4, конь e7, c5, слон c7. И даже ему удалось эту партию выиграть. Хотя каким образом, я, честно говоря, не представляю. Пойтится тяжелейшее у черных. К сожалению, у нас так не произошло. Черные пошли a5. Белые, естественно, сыграли b5. Конь e7, a4. Все подкрепили. Ферзевый фланг надежно заморожен. И опять же, где-то белые готовы сыграть c4 и полностью подорвать центр. И при случае начать игру на ферзевом фланге. f4, fg4. Черным опять же нужно что-то делать. По ощущениям хочется играть как-то активно. Потому что совсем перспектив никаких не видно. f4, fg4, конь f5, слон a3. Ладья e8. Черный просто зажатый. И, наконец-то, последовало c4. Наконец-то, последовало c4. Позиция черных совсем становится печальной. Ладья c8, fh5. Кстати, на ход cd здесь, видимо, был какой-то ход конь h6 в промежутке. Поэтому белые не сразу стали так отвечать. И пошли сперва fh5. Теперь угроза cd полноценная. Брать на c4 черным совершенно не хотелось. Потому что после конь c4 тоже ничего радостного в позиции нет. Слон c5, cd. Слон а3, ладья a3. Конь h6, конь e4. И на еd еще решающая комбинация, конь h6 последовала. Съели слон g6. И белые достаточно быстро здесь черных добили. В 27 году они признали свое поражение. Смотрим партию на третьей доске. На третьей доске. Шевалова Полина играла белыми против cd по вожим срано. Был разыгран такой полуперц. С достаточно популярным в последние годы продолжением с пешкой на a6. Идея черных поставить пешку на v5 и фианкетировать второго слона. Конь f3, b5, слон d3, слон b7. И здесь Полина играет h4. В целом в последние годы опять же этот ход многократно введен в моду. Особенно альфа-зиро. h4 ходится практически во всех позициях. И уж тем более при пешке на g6. Черные играют h5. С идеей на h5 самим пойти при случае g5. Но белые играют e5. В целом очевидные недостатки всего этого построения за черных. У них серьезнейшие проблемы с выводом фигур. Плюс у белых просто отличный центр. e5 последовало. e6, кой e4, кой c6, c3. Укрибили. Теперь если черные сыграют d2, то пешку они к сожалению не выиграют. Потому что кой c5 последует. И белые при случае даже все-таки готовы эту пешку пожертвовать. Если черные пойдут как-нибудь в ферд c8. Белые видимо заберут на e5. Например съели, съели, съели. Ну и здесь где-то наверное можно пойти ферзь e2. Даже при случае. Или может быть сделать ход h5. У белых хорошая серьезная компенсация. Кой у нас опять очень сильно стоит. Поэтому черные сюда не захотели идти. Сыграли конь e7. Но белые очевидно, что получили хороший позиционный перевес. И в какой-то момент последовало кнадцатому ходу конь d4. Это максимальный позиционный зажим. Очень похоже на предыдущую партию, только уже со сценарием в сторону нашей школы. Черные пошли h5 и это зевок. Это зевок. Последовало слон g6. Если черные сыграют уже, то после конь e6 слон на g7, конечно, неизбежно теряется. Поэтому совсем эта позиция будет печальной. Черные сыграли конь g6, конь c6. Перц8 рокировка. У белых все те же самые плюсы, что у них и были, но еще и лишняя пешка. Король f8, a4. Ферси 8, ab. Съели ладья a8. Все 8, конь d4. Полный f4, конь f4. И белые пошли ферси в 3, переходя в выигранные. В дальнейшем черные пытались еще оказать белым хоть какое-то сопротивление. Но белые достаточно точно и без особых проблем реализовали свое преимущество в пешку. И принесли важнейшую победу команде русской шахматной школы. Партия закончилась на 50-м ходу вот в такой позиции. Смотрим партию на 4-й доске. На 4-й доске Алексей Гребнев защищался черным против Андрея Дрогалова. e4, c5. И здесь был уже известный нам Найдерф, который мы уже видели. Партия Алексея против Павла Панкратова. a6, слон e2. e5, конь b3. Здесь до какого-то момента действовали оба соперника по теории. Рокировка. Здесь Андрей немножечко свернул ходом a4. Хотя даже таким своротом это назвать достаточно тяжело. Потому что очень часто просто получаются позиции с перестановкой ходов. Но вот здесь после слона d5, e2. Видимо все-таки Алексей сыграл не точно. Последовала конь b6. И стоило отдать предпочтение какому-то более классическому ладе c8, a5, конь e8. Скорее всего, чтобы потом f5 пойти, где-то слон g5 поменять, g6, конь g7. Еще какие-то у нас есть идеи постоянные. А вот после хода конь b6, c4. Очевидно, что Андрей готовил этот вариант и был готов к ходу конь b6. Эта позиция уже встречалась. И здесь даже Яна не помню, с чего обыгрывали. Белыми здесь играл против Павла Ильянов. И вот в таком же варианте тоже удалось ему одержать над экс-чемпионом мира победу. Последовал ладе c8. Нашей партии конь d2, a5. В принципе, логично зафиксировать. Паля c5, b4 теперь для черных коней достаточно заманчивы. И здесь следует очень сильный ход g4. Андрей демонстрирует отлично просто подготовку. Это явно сильнейшее продолжение в этой позиции. Оно практически не встречалось. Идея белых, это, конечно же, зажим просто по всем фронтам. На ферзе мы уже добились огромного успеха. В принципе, черные там никуда не идут. И теперь задача белых зажать еще и на королевско. Похожие мотивы очень на страдийскую защиту с подобными вариантами движения пешек g и h. Как мы сейчас с вами увидим. Но если сделать какую-то простую рокировку, то черные могут и конь fd7 пойти, и конь bd7 могут пойти. Белые на ферзевом фланге особо здесь ничего не добьются. Поэтому белые играют g4. Отлично. То есть продолжение. Конь fd7, h4. Жертвой пешки это назвать сложно, потому что слон h4 g5, наверное, черные просто сразу проиграют. Фигура висит. Плона убирать нельзя и за ферзь h7 мат. Поэтому последовало конь c5. Ферзь c2, конь a6. И вот здесь все-таки, наверное, уже не точно со стороны белых последовало. В целом, понятное желание убрать ферзя c2, чтобы не попасть под удар конь b4. Но вопрос куда? Да, конечно, непросто ответить на поставленную задачу. Но здесь компьютер предлагает два решения. Первое это ход ферзев 5. С идеей, если черные все-таки решатся пойти g6 и еще немного подослабить своего короля, то при случае мы можем ферзя даже на h3 перевести. Совершенно неожиданно с дальнейшим движением пешки h или пешки g. Или второй вариант ферзь b1. Даже не знаю, что более человечным. Может быть ничего из этого. С идеей просто-напросто сохранить ферзя на этой диагонали. На d1, как мы с вами увидим, он стоит совершенно не в попад. Здесь, например, после хода конь d7, который мог в партии последовать с идеей все-таки оккупировать поле c5. Понятно, что конь идет где-то и на b4 при случае. Но основная цель это поле c5. И в идеале вообще оба этих поля конями занять. После конь d7 могло бы последовать слон d3, g6, h5. И как-то все равно белые давят достаточно серьезно. И может получиться какая-то такая позиция, где у них достаточно хороший, по ощущениям, позиционный перевес. Например, конь f6, что на прошивке явно ошибочный. За конь g5 и конь учится на слабое поле e6. Последовала ферзь d1, и черным удалось получить контр-игру. Они сыграли конь d7, g5, конь са на c5. Ферзь c2 и f5. И это именно причина, по которой конь са пошел на c5. Теперь после взятия конь при случае готов и на королевский фланг подключиться. Но здесь последовало взятие слоном. Конь e4 съели-съели, конь c5 съели, ладья c5. Лон d3, g6. h5, слон g7. Здесь, кстати, возможно было чуть-чуть посолиднее слон g5. Но на самом деле после hg приходится делать какой-то ход ладья c7. И это, конечно, совсем не очевидно. Идея в том, что после, например, взятия-взятия-взятия мы играем король h8, и белые не могут усилиться. То есть король их остается в центре. И у нас хватает контр-агры. И несмотря на то, что у нас двух пешек не хватает, король на h8 безопасность отчувствует. Но по-человечески, конечно... Очень опасно так играть. Поэтому черные сыграли слон g7. С идеей той же самой, только при слоне на g7. Следовало h6. И у белых лишняя пешка, но доказать свое превосходство им крайне сложно. И здесь белые пытались вовсю пробить оборону черных. Пытались как-то маневрировать. Усиливать свою позицию. Но в целом особого прогресса ему добиться не удалось. Еще важный момент последовал на 36-м ходу. Черным дали возможность сыграть слон f6. Ну и с переводом слона на g5 совсем становится все хорошо. Ладья h6 брать здесь крайне опасно из-за хода слона g5. И теперь ладье, если отойти, например, на h1 последует, конечно, ладья е4. И там на d2 провисает. Поэтому белым пришлось играть ладья c2. Ну и здесь черные просто поставили короля на g7, слона на g5. На 40-м ходу контроль был пройден. И черные совсем не рискуют. И сделав еще 17 ходов, не усилив позицию, соперники согласились на ничью. Смотрим партию на шестой доске. На шестой доске Витокин Сави играл с Максимом Самусенко. Удалось Сави удивить своего соперника в страниндийской защите, применив атаку четырех пешек. Не часто она встречается, конечно, в последние годы. Но все равно атака четырех пешек перешла в защиту Бенони после хода е6 с вариантом трех пешек. Слон е2, е, d, c, d. Пока все действия по теории. Е6, f, d6. Это все еще теория. Достаточно часто встречалась эта позиция. И здесь уже Максим начал задумываться. Продумав 20 минут, черные ответили не лучшим образом. Здесь часто играют слон d7, часто играют конь c6. Черные же сыграли ферзь b6. И после этого белому удается получить, видимо, инициативу. После этого рокировка. И ладей f8. Еще один неточный ход, который, видимо, уже обеспечивает белым очень солидным перевесом. Давайте немножечко разберемся в этой позиции. В партии сыграли король h1, что все-таки не сильнейшее. h3, наверное, белыми сыграть можно, но придется отдавать качество. Конечно, качество такое, что все равно черным не позавидуют. Можно как-то конь e4 пойти. Но проще всего здесь сыграть слон c4. Заблокировать ход c4. Где-то на пешку на e6 напасть. Может быть, белок смущало ферзь b4. Но тут есть отличный ход ферзь e2. Защищая на c4, нападая на e6 еще раз. А если черные как-то играют король h8, то после h3 конь f6, слон e3, белые просто доминируют над черными. У них замечательное развитие. В черном же до уравнения здесь очень далеко. Последовало король h1. Все равно ход не выпускающий перевес. Конь d7, конь b5. Конь с d на f6. Ну и вот эта позиция, конечно, оказалась сложной для белых. Последовало конь g5. И ход очень хочется это продемонстрировать на доске. Но он, видимо, выпускает перевес и дает черным уравнять. Хотя, по-человечески, очень сложно найти разницу с вариантом, который предлагает компьютер. Компьютер предлагает конь c7. И на ладе b8 здесь пойти конь g5. И вроде разницы с партией практически нет. Но крайне важно, что ладья стоит на b8. И вот, видимо, этот потерянный темп решает просто. После слон d7, слон c4. При ладье на d8, как мы с вами увидим по ходу партии, пешка на d6 зависает. Здесь же этого не происходит. Поэтому у белых все очень-очень хорошо. Пешка на e6 падает. Черным надо как-то ходить. Король h8. Здесь мы можем конем на e6 забрать. Или слоном на e6 забрать. Партии же последовало конь g5. И тут черные успевают. Следует слон d7. Конь c7. И ладья остановятся на d8. Теперь, если сделать какой-то ход типа слон c4, то после короля h8 как раз раскрывается суть ладьи на d8. Черные съедают на d6 и никаких проблем не получают. Последовало ферзь b3. Перешли в эшпиль. Черные здесь действовали достаточно точно. И в целом получилась вот такая позиция. Но после ладья b6 двух слонов реализовать практически невозможно. Белые здесь пытались, но очень быстро. Один из слонов был повенен. Значит, пешка на b3 постоянно провисает. У белых, наверное, все равно позиция поприятнее. Слон явно сильнее слона. Но при точной игре черные держатся. Которую они, в принципе, здесь и продемонстрировали. Белые продолжали усиливаться. Черные как-то отбивались. Белые везде стоят, конечно, лучше. Но ни в один момент, к сожалению, у черных, точнее, простите, у белых, не было какой-то возможности еще поиграть на победу. Ну и вот это пройденный контроль. 41-й ход. Еще в партии последовало b4, конь h3. b5, h4. Ладья g8, король g5. 6, bc. b6. Конь f2, ладья g7, ладья f8. Ну и согласились на ничью. У черных хватает контрагры. И позиция действительно ничейная. И давайте посмотрим последнюю партию на шестой доске. Артур Гайфуллин играл белыми против Ольги Бадылько. И был разыгран классический короллсбат. e3, c6. Слон d3, конь d7. Ферзь c2, рокировка. Конь f3, ладья e8. Рокировка конь f8. И ладья b1. Абсолютно стандартный план с надвижением пешек на ферзевом фланге. С атакой пешечного меньшинства. Черные играют a5. a3, конь g6. b4, а, b, а, b. В этом и идея хода опять, чтобы при случае открыть линию а для ладьи. И сократить количество пешек на ферзевом фланге. Конь e4 последовало. Тоже типичный выпад коня. Слон e7, ферзь e7. b5. Слон d7, bc. Слон c6. Да, белые добились определенного успеха. У черных есть слабая пешка на d5. Но нужно еще как-то проявить максимальное здесь упорство, чтобы создать ей какие-то серьезные проблемы. Чтобы надавить на нее как можно более серьезно. В парке последовало конь d2, f5, g3, конь f8. Конь перебирается за g6. Больше ему там делать нечего. При случае черные готовы отправить его... Прошлое прощение. Черные готовы отправить его по маршруту конь d7, конь f6. А второй конь, возможно, встанет на d6. Очень часто конь становится на d6 в таких позициях, где он контролирует и поле e4, и поле c4. Еще и при случае поле b5. Но здесь, правда, это уже не особо нужно, потому что пешка b была разменена. Владя 1, конь d7. В целом, белые поддавливали практически всю первую половину партии. Но не нашли сильнейших продолжений. Компьютер говорит, что здесь у белых есть перевес. Но вот... Как конкретно здесь доказать, что у белых там какой-то солидный перевес, тяжело? Ну, компьютер предлагает конь f3. Но, опять же, какой особо смысл? Ну, а 6 черные пойдут. Как-то компьютер поддавливает, но мне кажется, что белых понять можно. Они сыграли ладей e1. При случае все равно готовится ход f3. Коня на e4 терпеть очень тяжело. Конь f6. Ладья a8, ладья a8. f3. Все-таки последовало. Конь c3, ферд c3. И вот из-за того, что белые все-таки поставили пешку на f3, непонятно, что они дальше будут делать. Опять же, угроз пешки d5 они не создали. Пешку f5 пробить очень тяжело. e4 вроде ходить под себя только. Последовало ладья a3. Ферд c2. f6, король f2. Конь e8. Конь переходит все-таки на d6. И после слона f1 черные уже с позиции силы начинают уравнивать. Даже где-то заиграли на перехват. Последовал очень сильный ресурс f4, который белые явно пропустили. Идея в том, что на е4 следует fb4. Висит пешка на d4. И защитить ее не представляется возможным. Неудивительно, fc5, конечно, хода нет из-за того, что висит конь на d2. Последовало король g2, fd4. И несмотря на крайне удачный ресурс, позиция белых все равно очень надежная. Но и лишнего ничего черных нет. И здесь белые вполне себе спокойно свели партию в ничью. fc2, ладья a8. fc6, король g7. И последовало соглашение на ничью вечным шахом. Так закончилась партия на шестой доске, которая в итоге свела в матч к счету 3-3. На этом обзор седьмого тура закончен. Будем следить дальше. Продолжение следует...